Рабочий визит депутата Артёма Турова 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 Темы касались экономического кризиса в стране, увеличения пенсионного возраста, патриотического воспитания молодёжи, политической обстановки на Украине и в Европе. Ветераны считают, в такой беседе при личном общении с депутатом Госдумы можно получить самую достоверную информацию. Для них он – первоисточник законодательной власти. Все обращения, требующие особого внимания, депутат принял для работы и обещал ветеранам дать ответ при следующем визите. Смоленская область должна вступить в федеральную программу, по которой получат финансирование на установку разделительных ограждений. Их планируют разместить на всей протяжённости федеральных трасс М1 и Брянск-Смоленск. 4 апреля наш город будет принимать гостей. В этот день в городском центре досуга состоится подписание соглашения о культурном и экономическом сотрудничестве между Десногорском и Чауским районом Могилёвской области Республики Беларусь. Начало встречи в 17 часов 30 минут. На днях появилось распоряжение администрации Десногорска проведения традиционного месячника по санитарной очистке города и его благоустройству. Весь апрель трудовые коллективы сообща будут наводить порядок на наших улицах. Одним из первых к работе приступила МУП ККП. Сейчас ведутся работы по обрезке низкорастущих и сухих веток деревьев, кронированию кустарников. Для этого используется специальная техника и инструмент – автогидравлический подъёмник и бензопилы. В перечень весенних работ входит уборка дворовых территорий и прилегающих к ним зелёных зон. Своевременная уборка города позволит предотвратить загрязнение воздуха весной до того, как ветер и колёса автомобилей поднимут пыльные бури. Нынешняя уборка города ничем не отличается от прошлых лет. За предприятиями, организациями и учреждениями закреплены территории, которые нужно убрать в течение апреля. Также к участию в месячнике приглашаются все желающие. Каждый может приложить руки к генеральной уборке в городе, а главное – потом соблюдать чистоту. Традиционно месячник закончится общегородским субботником. И тогда придёт настоящая весна. Чисто, тепло, солнечно. В областном РКЦ вновь выявлены три поддельные купюры номиналом 5000 рублей. Одна фальшивка поступила из Демидова, две – из Сафонова. По каждому факту проводятся проверки. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны при расчёте наличными. А сейчас новости культуры. В Историческом музее Смоленска открылась выставка реставрации «Искусство сохранять историю». В экспозиции почти утраченные предметы живописи, графики, фарфоровой пластики, шитья и старинной мебели. Причём их можно увидеть и до, и после возвращения к жизни. Первые артисты «Гнома» уже взрослые дяди и тёти. А на подмостках сцены и сейчас творят и покоряют зрителей своим мастерством маленькие актёры. Сегодня они все вместе отмечают 25-й день рождения театра. 1 апреля 1991 года в Десногорске родился малыш с милым именем «Гном». И с того момента он носит гордое звание – театр. Ну, 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 прёт, 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 прёт. Ну, отмейте, ну, смоленси, ну, ещё туда, сюда. Но в нашем Десногорске это просто ерунда. Шли годы. Театр жил, творил, завоёвывал сердца поклонников, признания и награды. Но, как в сказке, не взрослел. На сцену каждый раз выходили маленькие гномики. Неугомонные театралы примеряли на себя самый различный репертуар, выступали в разных амплуа. Они одинаково хорошо себя чувствовали на сцене и на улице, нашли друзей далеко за пределами Десногорска. И вот сегодня, 1 апреля, детскому театру «Гном» исполнилось 25 лет. Но он по-прежнему молод как духом, так и возрастом. Мы пожелаем ему творческих успехов и новых талантливых гномиков. В Смоленске открылся новый визовый центр Греции. Это позволит смолянам получить шенгенскую греческую визу, не выезжая за пределы региона. Отметим, что процедура выдачи греческих виз для граждан России значительно упрощена. В нашем городе есть дом, где каждый маленький творческий десногорец найдет себе занятие по душе. Это многопрофильное образовательное учреждение высшей категории, основанное в 1985 году, работает уже более 30 лет. Ежегодно в Доме детского творчества обучается более 700 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 18 лет. Работа ведется по шести основным направлениям. Творческие и художественные объединения помогают талантам реализовать себя в актерском мастерстве, вокале, хореографии, декоративно-прикладном и изобразительном искусствах. Социальное направление помогает ребятам развивать лидерские качества и попробовать себя в авторском мастерстве. Работают две школы для раннего развития – «Развивайка» и «Копель». Для детей, которым интересна наука, существует экологический театр. В кружках технического направления юные десногорцы узнают все о технике и информационных технологиях. Есть объединение, в котором дети знакомятся с историей родной Смоленщины. В прошлом году при поддержке Смоленской АЭС был обновлен спортивный класс. И теперь воспитанники Дома творчества могут здесь развиваться физически и закалять свою волю и дух. На сегодняшний день работает 37 творческих объединений. Свою работу ребята показывают на различных конкурсах и становятся победителями и лауреатами, что позволяет коллективу педагогов ДДТ гордиться своей работой. В Доме детского творчества работают 22 педагога дополнительного образования. Десять из них имеют высшую категорию. Это творческий коллектив, реализующий образовательные программы в сфере дополнительного образования. Также умело сочетают обучение и воспитание в нашем Доме детского творчества и развивают интересы детей и увлечения к различным видам деятельности. Ежегодно летом на базе Дома творчества работает детский оздоровительный лагерь «Созвездие». Время, которое проводят дети в лагере, незабываемое, так как для них организуются интересные экскурсии, поездки, приключения и мероприятия. 3 апреля в Десногорске состоится традиционный туристский марафон, посвященный памяти Юрия и Екатерины Ширяевых. В этом году, учитывая погодные условия, он будет беговым с сокращенными дистанциями. Мужчинам необходимо будет преодолеть 21 километр, женщинам – 10, а детям – 5. Приглашаем десногорцев на соревнования поддержать наши лучшие традиции. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова